Здравствуйте, друзья! Друзья, сегодня у меня в руках еще один небольшой фильтр для небольших аквариумов, наноаквариумов и креветочников от компании Dolphin KF350. Это китайский производитель аквариумных фильтров. Честно говоря, с оборудованием этой фирмы я не сталкивался никогда в жизни, это впервые. И давайте посмотрим, что у нас здесь находится внутри. На удивление, здесь даже инструкция есть на английском языке. Значит, вот написали нам, значит, энергопотребление 4,5 Вт. Максимальная температура работы 35 градусов по Цельсию. Мощность доявленной этого фильтра, где же это написано, господи? Значит, ну, на сайте, где я покупал этот фильтр, мощность указана 190 литров в час. Так, а вот, кстати, есть, значит, это у нас 350, это получается у нас, ну, здесь написано 280 литров в час. Ну, значит, будем опять же доверять производителю, то есть на сайте написано 190, здесь написано 280 литров в час. Максимальный подъем воды, к сожалению, не указан ни здесь, ни на сайте. Так что, ну, что ж, посмотрим, будем пробовать его в воде, посмотрим, как он поднимает воду, как он делает подъем воду. Значит, в комплекте идет трубка для обогащения воды воздухом и, собственно, сам фильтр. Фильтр очень маленький, очень компактный, но оно и неудивительно, он предназначен для аквариумов до 40 литров, то есть для наноаквариумов и креветочников. Вот я вижу на боковой панели есть регулировка мощности подачи воды, причем она плавная, и вот таким вот образом, как-то вот так вот цепляется носик для направления воды. Значит, регулировка направления воды в этом фильтре есть, это, ну, скажем так, можно назвать для креветочника это большой плюс, потому что можно отрегулировать, да, если... Ну, правда, вверх-вниз регулировки нет, хотя бы в сторону можно отрегулировать подачу воды. Значит, ну и, собственно, сама трубка для того, чтобы обогащать воду воздухом при необходимости. Давайте посмотрим, что у нас находится внутри. Значит, на задней части есть четыре присоски. Присоски маленькие достаточно, ну, учитывая размеры фильтра, я думаю, они должны его неплохо держать. Так, разбирается все это, на удивление, легко, и все разлетелось, вот, вылетело мне на стол. Значит, корзина для фильтрации, заборник воды идет только спереди. Разведитель в губке сделал для чего-то дырку, непонятно для чего. Значит, минус, сразу скажу, минус в том, что забор воды идет только спереди. То есть губка будет работать, вот эта часть губки будет забиваться постоянно, а вот эта часть работать не будет вообще. Ну, хотя для маленьких аквариумов, собственно, креветочников, там сам грунт является субстратом для населения, населения нитрифицирующих бактерий. И роль фильтра, в принципе, только в циркуляции воды и убирании мелковизвеси. Так что, я думаю, со своей обязанностью он должен справиться. Ну, посмотрим, как он работает в воде. Сейчас давайте глянем, что у нас здесь. Металлическая ось, как вы видите, ротор на шесть лопастей. Заходит все плотненько, то есть болтаться оно не будет. И вот такое вот крепление. Значит, фиксатор ротора. И, соответственно, вот как работает регулировка. Значит, смотрим. Регулировка не позволяет полностью отключить работу фильтра, а снизить его мощность наполовину. Если вы помните, мы делали обзор фильтра от Атман, то там регулировка практически полностью позволяет перекрыть поток воды. Здесь же регулировка работает только наполовину. Но меня смущает то, что вот эта крышка, она очень легко отлетает. Вот вы видите, да? Очень легко она отлетает. Это, конечно, не очень хорошо. Ну и, соответственно, таким вот образом все это собирается в кучу. Что хочу отметить. Фильтр достаточно компактный, но, честно говоря, он достаточно толстый. То есть его можно было сделать тоньше, так как, в принципе, фильтрующая корзина использоваться на 100% не будет, потому что будет, как я уже говорил, забивание вот этой части мочалки, и, соответственно, вот эта часть работать не будет. Так что корзину можно было, конечно, сделать лучше. Ну и, опять же, минус в том, что... Вот, смотрите, я разбираю, и вот эта вот часть остается в корзине. Так быть не должно. Ну, фильтр достаточно дешевый. Фильтр достаточно дешевый, достаточно бюджетный, и ожидать от него, скажем, каких-то там сверхъестественного качества и сверхъестественных возможностей было бы, конечно, глупо. Вы сами понимаете. Да, кстати, пластмасса, из которой изготовлен этот фильтр, уступает по качеству пластмассе, пластику в фильтрах компании Atman. Она достаточно, вот видите, да, деформируется. Вот, то есть... Вот такие вот... Ну, фильтр достаточно маленький, достаточно компактный. Единственный минус в том, что он очень широкий. Если бы он был потоньше, то для креветочника, для наноаквариума, это самое оно. Он не громоздкой, и он легко спрятать. Здесь можно направить нужное направление нам поток воды. Ну, и основная его задача, конечно же, в креветочнике, в небольшом травнике, это в первую очередь не сама фильтрация, я думаю, я уже об этом говорил, а, собственно, циркуляция воды и убирание мелкой взвеси. Давайте посмотрим, как он работает в воде. Друзья, ну, что ж, фильтр Dolphin, опускаем его в воду. Запуск моментальный практически, то есть, фильтр запустился сразу. Присоски держат достаточно плохо. Такое, он легко очень ездит по стеклу, и я думаю, что во время забивания он будет постоянно у вас езжать по стенке аквариума вниз. Это первое. Второе. Струя. Струя достаточно, на удивление, струя достаточно мощная для такого компактного фильтра. Оно и неудивительно, потому что в процессе циркуляции воды через этот фильтр фильтрующие губки участвуют достаточно мало из-за изгиба вот этого вот, ну, вы видите, да, на корзине, то есть, вода практически не проходит через фильтрующий материал. Ну, давайте, шланг здесь не длинный, давайте попробуем опустить этот фильтр в аквариум на полную длину. Еще чуть-чуть. И посмотрим, как он обогащает воду воздухом. Ну, вот результат. Значит, вот видите, да, погрузили мы, производитель дал нам 15 сантиметров шланга, погрузили мы этот фильтр на 15 сантиметров, и, как видите, обогащения воды воздухом нет никакого. Ну, скажем так, при работе этого фильтра где-то сантиметров 10 от поверхности все-таки обогащение воздухом есть, напор он дает достаточно неплохой, так что для очень маленьких аквариумов, в принципе, его можно смело брать. Я думаю, что свою функцию с циркуляцией воды он будет делать превосходно. Насчет фильтрации, к сожалению, ну, скажем так, положительного сказать про этот фильтр ничего не могу. Ну, что ж, друзья, надеюсь, это видео было вам полезным. Если это так, ставим пальцы и подписываемся на обновление канала. С вами был Зубкевич Андрей. Здоровья вам и вашим питомцам. Всем добра и удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok